Коллеги, для начала просто несколько человек, не все, поставьте плюсики, чтобы я знала, что вы меня хорошо слышите и видите. Так, все отлично, я вижу, что вы меня слышите. Ну что ж, друзья мои, тема вот такая интересная. Вот когда я подавала эту тему еще месяц, полтора месяца назад, два месяца назад, я не думала, что она вот в этот день, именно сегодня будет стоять так остро. Воспитание межнациональной таллино-рантности в общеобразовательных учреждениях. Почему именно сегодня, именно 10 ноября это актуально, как никогда, я расскажу раньше. Во-первых, расскажу чуть позже по ходу. Так, у многих видно. Пожалуйста, напишите, если у кого-то не видно, чтобы они просто обновили эту страницу и будет видно. Итак, почему? Потому что Россия многонациональная и многоконфессиональная страна. В России живут огромное количество людей разных национальностей. Возросшая активность националистических группировок в мире. Вы видели теракты, которые были в Соединенных, не в Штатах, а в Австрии, во Франции. И самое интересное, что в России тоже были предотвращены такие же радикальные группировки и были ликвидированы и в Казани несколько дней назад, и в Чечне, и в Дагестане. Следующий вопрос. Войны на территории СНГ. Ну какие сейчас идут? Основная война это Донбасс, Украина, и вторая война, которая сегодня закончилась позорнейшим образом, позорнейшим образом для всего мира. Это война Нагорного Карабаха и Азербайджана. Для меня это особо актуально, потому что я армянка. И сегодня каким-то образом подписали договор, который не договор. И в итоге у вас в классе, если в школе учатся дети армяне и азербайджанцы, и в том числе курды и езиды, которые приехали из Армении, ждите, что у вас могут быть эти конфликты. Это действительно, вот поэтому сегодня, именно сегодня это актуально. Потому что та сторона, которая агрессивно и нагло себя ввела, выиграла. Теперь дети, скорее всего, этих национальностей будут себя очень агрессивно вести, благодаря пропаганде по отношению к стороне, которая проиграла. И если мы видим агрессивную пропаганду в соцсетях, даже с той же Украиной, при том, что у нас в классе очень много детей украинцев, русских, молдаван и так далее, совершенно разных национальностей, выискиваются люди, которые в соцсетях нагнетают обстановку. И поэтому сейчас этот вопрос как никогда актуален. Поэтому разберемся в проблеме более подробно и посмотрим, как можно его решить. Что такое толерантность? Это терпение, терпеливость принятия. Это обозначает терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Как мы видим, все радикальные движения, теракты, которые в последнее время проходили, да хоть в той же Америке, касательно представителей афроамериканцев, это же тоже нетерпимость. То есть в начале было нетерпимость и непринежительное отношение европейского населения к афроамериканцам, а позже пошла обратная реакция и обрело крайние, скажем, тональности. Вот, это толерантность, которого нам в мире у некоторых людей не хватает, у некоторых слишком много, настолько много, что они терпимы и позволяет, что их топтали, чтобы с ними плохо обращались. То есть другое дело, когда люди в молитве и в осознанности пытаются как-то это сделать, но совершенно другое дело, когда люди стоят в стороне и наблюдают, как это происходит. Итак, разберемся с таким понятием, как нация. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникающая на базе общности языка территории экономической жизни. То есть в одной нации могут жить люди разных национальностей, но они живут в одной местности, они в одной территории, у них экономическая общность, психический склад с годами, они привыкли. И вот эта нация, они представляют собой искусственное образование, которое целенообравно сконструировано благодаря созданным интеллектуальными элитами каких-то проектов. Например, Римская империя создала Римскую нацию, а там входило очень много народностей. Российская нация, Россия, которую сейчас... в России есть категория людей, Россия, русские и россияне. Даже большинство тех, которые считают себя русскими, в своем генеологическом древе не имеют русских корней, но они выросли на этой земле, на этой культуре, и поэтому сформировалось такое понятие, как нация русские. Чем отличается нация от национальности? Нация может быть двух видов. Полиэтничной, когда много национальности, и моноэтничной. И национальность выражает этническую общность, представляет всего лишь один из факторов нации и народности. То есть здесь генетическая особенность. Это национальность, когда есть генетическая особенность, языковая, и люди одной национальности могут жить даже в разных географических широтах. Если нация это те, которые живут в одной общности, то представители национальности могут жить в любом краю света, но при этом у них есть своя языковая идентификация и генетическая. А что идёт генетическая? Ещё культурная. Культурная, она основывается на песнях, сказках, на народных традициях. Даже будучи в дальних местах, люди могут сохранить свои традиции и какие-то свадебные обряды, дни рождения, где-то крестины, где-то ещё что-то использовать. Например, если взять евреев, то они, живя по всему миру, сохранили свои какие-то определённые национальности, устои. То же самое армяне, то же самое русские, которые жили во Франции, они тоже сохраняли свою национальную идентичность. Вот интересный пример. Можно принадлежать одному этносу, но считать себя представителем другой нации. Например, Владимир Иванович Даль, автор русского словаря, вот такой деятелей русской культуры. У него отец обрусевший датчанин, то есть он жил в России, Йохан, который стал Иваном, Кристиан Даль, и мать Юлия Христофоровна Фрейтак тоже имеет нерусские корни, потому что Фрейтак уже никак не русская фамилия. Вот, пожалуйста, человек, у кого в генеалогии нет русских корней, но он считает себя именно русским писателем, этнографом и так далее. Композитор Цезарь Антонович Кьюи, он был еще и генералом-инженером войск. Можно принадлежать одному этносу, опять же, но считать себя представителем другой. У него отец Антон Леонардович Кьюи выходить из Франции, а мать Литовка, а он русский композитор. Вот почему такая нация одна, то есть национальность одна, но он считает своей нацией русскую. Вот почему мы это говорим, потому что сейчас пойдет интересная вещь. Вот Шарлян Знавур, и мы считаем, что мы смотрим, французский шансоне, композитор, актер армянского происхождения. Я сейчас приведу армян, потому что это самое близкое, что мне было. Мы можем привести людей абсолютно разных национальностей, просто то, что у меня было на слуху, я тех и привела. У каждого своей национальности есть наверняка такие люди, которые, живя далеко, себя все-таки ассоциируют со своими корнями. То есть Аршин Горький – это художник, считается, американский художник армянского происхождения. Например, Афанасьев, Уолтер Афанасьев, он же Владимир Никитич Афанасьев, американский композитор, музыкальный продюсер. Если не знаете, он продюсер фильма «Титане», куча разных интересных таких фильмов. Он в том числе и композитор сочинил ряд песен. И что мы видим? Вот для него необязательно было себя ассоциировать именно с русской национальностью. А сколько людей во Франции, русских дворян, которые убежали в годы революции, ассоциируют себя, будучи французом, живя во Франции, именно с русской культурой. Что важно знать? Что важно для малочисленных народов? У них очень остро стоит вопрос выживания этноса. Второе – сохранение чистоты крови и узнаваемость своего этноса. Если вы посмотрите, очень много историй, когда русские совершенно спокойно относятся к тому, чтобы выходить замуж, жениться на людей других национальностей. У них не стоит вопрос выживаемости этноса, потому что русские – это многочисленный народ. Для малочисленных внутри такая культура, что сохранить чистоту крови, не раствориться в других национальностей, а оставить себя. Поэтому эти люди более трепетны и щепетильны по отношению к своему этносу. Вот такая интересная проблема. У меня к вам вопрос. Вот, пожалуйста, ответьте. Сейчас в чате уже пришел ваш черед. Почему афроамериканцы обижаются, когда их называют неграми или чернокожими? Ой, их называют. Вот мне очень интересно. Но ничего, друзья мои, добрый день тем, кто опоздал. Вот ответьте на этот вопрос. Те, кто опоздали, вы потом можете через пару дней в записи в Ютубе посмотреть. Будет выложена запись, и вы посмотрите. Из-за истории, хорошо. Еще другой вариант. Какие варианты? Потому что вот сейчас очень важно, когда мы распознаем вот эту причину, обижаются. Это их родина? Ну да, Африка – это их родина, может быть. Негры были рабами. Да, иногда негр ассоциировались с рабами. Подчеркивает их происхождение. Но слушайте, я армянка, я горжусь своей национальности. Вот почему афроамериканцы, я расскажу, обижаются, когда их называют. Вероисповедание, зацвета кожи, Америка, на сегодня их родина. Хорошо, я чуть-чуть другой вопрос задам. Почему жители Кавказа обижают, когда их называют лицами кавказской национальности? Вот это уже ближе. Афроамериканцы там в Америке. Это обидно. Ага. Теперь, вот здесь не дуракство. Почему жители Кавказа обижают, когда их называют лицами кавказской национальности? Как вы думаете? Вот когда мне говорят, что я родилась на юге Кавказа, но когда мне говорят лицо кавказской национальности, для меня это скорбительно. Кавказ не отражает национальности, может поэтому? Так, очень хорошо, близко. На Кавказе национальностей много, разные народы, обобщение. Нет такой вот, 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 мои дорогие. Помните, вот я здесь сказала, для них важно выживание этноса и узнаваемость этноса. Когда мы говорим о негре или чернокожие, мы их всех объединяем, а там рядом по соседству живут люди, которые друг с другом, мягко говоря, не очень терпят. И когда вы говорите негр только по цвету кожи, это одно, но почему-то не обижают, когда говоришь афроамериканцы. Это географическое положение, и все понимают, что это широкое объяснение. И житель Кавказа тоже не обижает. А лицо кавказской национальности обижает, потому что нации-то совершенно разные, вероисповедания самые совершенно разные, а вы их ставите вровень всех. Почему я говорю? Потому что ваши дети, ваши родители в школе будут обижаться. По каким причинам они могут обижаться? А обиженный человек будет мстить, как-то проявлять себя некорректно. Вот, нет такой национальности. Вот, все жители определенной страны, когда мы говорим Кавказ, мы имеем географическое понятие. Когда мы говорим афроамериканец, то есть человек живущий, родившийся там. Вот, эту тонкость уловите, потому что вы будете с этим встречаться. Важно, людей обижают, когда их ставить вровень с соседними нациями, которые имеют другую этническую культуру, вероисповедания. Но смотрите, при этом не обижаются, если в какой-то момент вы будете сравнивать по какому-то качеству. Кавказцы, например, с китайцем. Его не обидит. Китаец далеко. Китаец далеко. Там не кипят страсти. У грузина с китайцем очень мало общего. Да, он покупает китайские товары, но с китайскими людьми нет вот этой связи. А вот у грузина с Лизгином может быть проблема, потому что рядом сосед был, который не очень хорошее отношение имел с его отцом. Вот прямо вот такая простая вещь. Вот давайте обратим внимание на такие мелкие детали, потому что из мелочей все и слагается. Странно. Вот что странно. Даже будучи представителями одной нации, люди любят себя делить по географической характеристике. Почему-то идет вот понятие «москвичи и питерцы». Они друг к другу даже, мягко скажем, относятся снисходительно, неуважительно. У них даже говор другой. Например, москвич скажет театральная школа, да, двери, а Питер – двери. В Питере говорят так, как написано. Проговариваю все трудновыговариваемые, согласные. А московская актерская школа, там идет упрощение. Двери, дожди. Не дожди, а дожди. Два же. Вот есть такие тонкости. Очень интересные тонкости. Поэтому предлагаю вам обратить на это внимание и посмотреть. Так. И идем дальше. Что же с этим делать? Вот что же с этим совсем делать? Вот поэтому и проявляется такое понятие, как толерантность. Терпеть. А почему нам нужно терпеть? А чтобы жить по возможности безопасно, комфортно, чтобы было взаимопонимание. И на первый план выходят личные профессиональные качества. Когда мы от человека отделяем его национальность отдельно и уже вводим на первый план его человеческие качества, все вот эти притирки исчезают. Но они нужны нам именно для того, чтобы мы друг друга понимали. Но чтобы вот этот первый шаг состоялся, вот нужна толерантность. Нужно, например, уважать веру. Я чуть-чуть расскажу о своей жизни. Я родилась в Армении. После землетрясения год обучилась в России, вернулась в Армению. Я три года работала в Иране. Вначале была регентом армянского храма, а потом преподавала в местной консерватории. Ну, это как училище музыкальное. И в Иране существует армянская диаспора, которой 400 лет. Их Шахабас 400 лет назад из Армении и Грузии вывез более 4000 семей, чтобы они развивали там ремесла. Специально собирал ремесленников и отбирал даже по климатическим условиям. Вот кто на равниной местности жил, поселил в равниной, кто в гористой, в горной местности. И вот там армянской диаспоре 400 лет. Я очень много разговаривала с иранцами, потому что у меня ученики были иранцы. И они что говорили? Лучше верующий христианин, чем неверующий. При том, что там исламское государство, они с большим уважением относятся к христианам. Конкретно в Иране. С меньшим уважением к атеистам. Почему? Атеист это человек, у которого непонятны его ценности. У христиан есть определенные ценности, и ты знаешь, что от них ожидать. Вот для них это знание создавало безопасность и комфорт. Исходя из этого, приходило взаимопонимание. Скажу, что у армян только в Тегеране было 40 школ. Но начальные, средние и старшие было 6 действующих только церквей армянских. Почему? Потому что было уважение к культуре тех людей, которые сохраняли свою идентичность, свою веру, свою нацию. Даже живя в другой стране, они... Вот. Уважение, прощение, понимание. Очень хорошие слова Людмила Алексеевна. Но как это сделать? Что нужно, чтобы люди разной национальности, вероисповедания, цвета кожи, творили вместе и жили в гармоничном состоянии? Вот давайте, напишите, пожалуйста, вот что нужно, чтобы вот люди, как сделать, что нам нужно сделать с детьми, может быть, с их родителями, чтобы вот они гармонично жили? Напишите, пожалуйста, в чате. Я чуть-чуть подожду. Мне интересно вообще, что вы сами для этого делаете? Наверняка у вас в классах, я не спросила, дети, учащиеся каких национальностей присутствуют? Наверняка они есть. Так. Уважение, прощение. Больше знать друг от друга. Зоя Владимировна, вы в точки попали. Проявляясь нелицеприятие, так. Научить уважать людей и другие культуры, но не смешиваться, да. Потому что вот глобализм ни к чему хорошему не принёс. Вот уже 20 лет идёт эта ерунда, я скажу, с глобализмом. И что? Общий интерес и уважение к людям. Ребёнку надо сочувствовать, сопереживать. Добрее быть друг к другу, терпимость. Знакомиться с культурой, обычаями других. Вот, 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 друзья мои, вы говорите уже правильные вещи. То есть всё правильное, но именно конкретные действия, те действия, которые могут сдвинуться с точки. Потому что, да, нужно уважение, но как научить ребёнка уважать других? Мы же взрослых не можем заставить, чтобы они друг друга зауважали, если они этого не хотят. А надо, чтобы дети захотели. Качество, способствующее толерантности, это уважение, умение прощать, видеть ситуацию со стороны. И сейчас мы будем вот эти вещи рассматривать, вот эти три пункта, более подробно. Джек Лондон говорил, каждый человек достоин уважения, если только он не считает себя лучше других. Вот в тот момент, когда ты поставил себя больше других, ты проявил пренебрежение к другим, ты уже не будешь пытаться его понимать, а будет давить. А такого человека уже уважать просто не хочется. Почему? Потому что он костный, ограниченный и не готов. Так, познакомить с культурой других народов, проводить уроки, которые бы учили детей понимание культуры других народов. Здорово. Идём дальше. Махатма Гандзи тоже говорил, это всегда было тайной для меня, как люди могут уважать себя, унижая таких же, как они сами. Вот это я бы поставила в школе, на стенде, особенно уже средние классы, шестой, седьмой. Как люди могут себя уважать, если они унижают таких же, как они и сами. Таких же, у которых два глаза, нос, рот, руки, ноги. Такие же люди абсолютно. Если мы приступим, то мы посмотрим, то говорят, Бог един, один Бог. Один Бог создал нас всех. Мы все родились по одному закону, по одним правилам. Хотя есть другие, которые имеют другое мнение, мы их оставим это в стороне. Но большинство религий говорят, что нас создал Бог, а Бог един. Мусульмане говорят, Аллах, Акбар, Великий Бог, Бог велик и Бог один. То же самое мы говорим, христиане, что Бог один. Мы возвращаемся ко многим религиям, и Бог один. Этот один Бог создал. Одного, второго, третьего. Мы по-разному общаемся с Богом, по-разному его называем, но он-то один. Как он мог, создавая, когда я не уважаю другого человека, я не уважаю создание, создание Бога, того, кто меня создал. Вот, то есть, вот такая примитивная схема. Идём дальше. Основа уважения знания. Вот здесь как раз ваши хорошие ответы. Мы придаём значение только тому, что сами знаем. То, что не знаем, не имеет ценности. Вот это пенал. Пенал может иметь ценность, но то, что внутри, не имеет ценности для вас, потому что вы не знаете, что там. Вот если я открою, достану, каждая вещица приобретёт свою ценность. Точно так же то, что мы не знаем, не придаём ценности. А когда мы проводим тематические материалы, мероприятия, когда мы помогаем детям писать рефераты о героях своей национальности, о писателе своей нации, своего этноса, о художниках, что получается, мы начинаем узнавать. И самое главное, эти дети сами начинают узнавать свой этнос. Вот, свой этнос начинают узнавать. Дальше. Мы ценим то, что в состоянии оценить. Что это означает? У нас должна быть система ценностей. Если у нас нет системы ценностей, хорошо, плохо, вот это вот хорошо, плохо, это система ценностей. Да? Что хорошо? А что вот не стоит? Может быть, в крайних, исключительных ситуациях можно сделать, но это исключительные ситуации, а в остальных нельзя. А в остальных людям больше приятно, более человеку, цивилизованному человеку присущие вот эти, 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 эти качества. То есть, нам надо изначально детям передавать жизненные ценности. И дальше, следующий шаг, продолжаем уважать, если это чувство взаимное. Как раз, это цитаты и вот Махатмы Ганди, и Джека Лондона. Так, читаем. Уважительно общаться и принимать их интересы, как свои, с любовью, общаться с детьми и взрослыми, да, не пренебрегая национальностью. Вот, ко мне приходят дети абсолютно разных национальностей. В том же Иране ко мне приходили и иранцы, и местные, такие, разные этносы, представители приходили, и взаимное уважение передавалось, не обогащалось их культурой, а не обогащались моей культурой. Да вот, как музыкант, возьмем, Римский-Корсаков, да, Николай Римский-Корсаков, он создал такие великолепные образы, если мы посмотрим его образы, кто там его герои? Это половцы, это восточные мотивы, это же не русская культура, это все там польское, не знаю какое, из разных стран, китайское, то же самое берем Чайковского, да, тот же щелкунчик, там в одном балете сколько разных мелодий, где приобщены разные национальности, как это получается, вот как они питались, а уважая своих учеников и соприкасаясь с их культурой, они обогащались, они обогащались, они слушали их мелодии, помогали своим ученикам, а Римский-Корсаков был превосходным учителем, у него целые плеяды великолепных композиторов и причем композиторов разных национальностей, у него приходили со всей Средней Азии, из Кавказа приходили молодые люди учиться композиции, он учил им и обогащен вот эта великая русская культура, оперная, которую нам преподнес русский композитор Николай Римский-Корсаков, он состоит из того, что он узнал, придавал значение, использовал, вот в чем ценность получается, что таким образом мы более придаем ценности, как в семье будут воспитывать отношения к другой вере, так и ребенок это будет, да, но когда приходит ребенок, если у него есть какая-то агрессия по отношению к другой национальности, а сейчас к вам будут приходить дети армяне, я говорю, курды, езиды, азербайджанцы и грузины в том числе, потому что Грузия закрывала там своя идеология, она позволяла проводить в Азербайджан военную технику, в Армении не позволяла, дети это все слышали, дети это были в курсе, и наверняка вот будет у этих четырех-пяти национальностей конфликты будут конфликты, в чем наша задача, они пришли оттуда с агрессией, из дома, потому что родители переживают боль, действительно боль, на поле боя погибают молодые люди, люди, их представители их национальностей, любой национальности, абсолютно все равно, вчера разбился русский вертолет, погибли русские летчики, военные летчики, для меня это так же больно, для меня так же больно, что земля, планета земля, вот эта земля, на которой леса, горы, протерпевает столько ударов, этой взрывных, взрывающих веществ, этой фосфорной кислоты, всего этого, это же чувствуют еще люди, они передают, и вот здесь как раз мы учим их уважать, учим их узнавать, и даже если дети, детей этих в семье не привили уважение к другим нациям, нам с этим придется работать, и хотим, не хотим этого, мы все равно на работе должны этим обязательно заниматься, иначе у нас класс пойдет в тар-тар-аре, дальше мы придаем значение тому, что знаем, изучаем особенности этноса, как самый лучший способ через народное творчество, сказки, песни, мы можем читать, ролями читать, ролевые чтения, пожалуйста, дальше, дать возможность узнать и проявить лучшее качество этноса, это делать доклады, выступления, проекты о великих представителях своих творениях, о городах, селах, о городах, селах, деревнях, не знаю, о чем угодно, о каком-то памятнике, о архитектурном строении, вот можно делать такие, благодаря таким представлениям, вот показывать, а дальше, что мы делаем, если мы рассказываем, какую сказку, что можно сделать, ролевые игры, они меняются ролями, они меняются ролями, и начинают играть эти роли, и, например, русский ребенок играет, читает башкирскую сказку, и чувствует, пытается почувствовать, а что чувствует башкир, или житель Чукотки, потому что там совершенно другие климатические условия, и тот же ребенок, который из Кавказа приехал, приехал из южных гор, совершенно разные климатические условия, совершенно разные культуры, и вдруг мы находим в этой разнице какие-то объединяющие вещи, мы вдруг, как я вам сказала, что Бог един, да, я нашла объединяющую точку, точно так же вы в любой сказке, в любой культуре можете ввести вдруг параллели, а смотрите, у нас ведь есть общность, вот это у нас есть такое, а ведь это используется у нас таким-то образом, что-то схожее есть, и вот так мы помогаем, вначале узнаем отдельно, а потом эти отдельные пазлы пытаемся соединить нитями, определенными нитями, когда эти нити проходят, объединяются, то что мы видим, получается вдруг узнавание, из узнавания вдруг получается уважение, из уважения, естественно исходит толерантность, даже особо задаваться, слово толерантность просто исчезает, потому что не надо кого-то терпеть, а оно есть, то есть мы перестаем терпеть, терпеть не надо, зачем терпеть, когда это естественно можно дружить, вот терпеть и дружить, это разные понятия, мы ценим то, что в состоянии оценить, оценивать можно, если есть единицы измерения, у нас метр, килограмм, что это единицы измерения, мы можем что-то оценивать, вот в школе оценки у нас есть оценочная система, вот это единица измерения, пятибальная, десятибальная, стобальная, все равно, но это единицы измерения, как мы будем измерять, какие у нас единицы есть для измерения национальности, вот скажите, какие единицы мы можем внести из туда, а только ценности, когда мы четко определяем систему ценностей, система ценностей какая может быть, уважение к природе, вот к родному краю, возьмите любую сказку старую, она связана с разным краем, с природой, с воздухом, с водой, все это вот просто взаимосвязано, и мы что делаем, вот экология становится одной из этих основ, да, дальше, доброта, это везде есть, уважение к старшему, тоже есть, есть понятие честности, вот универсальные, возьмите библейские, а в любой вере есть свои ценности, национальности, да вот откройте любую сказку, и вы увидите кучу ценностей, друзья мои, так я прочту, Татьяна Владимировна пишет, да, я с вами согласна, мы тоже должны внести свою лепту, в библиотеке для этого много возможностей, каждое мероприятие распределять по дням, посвященной к той или иной нации, вере и лилии, да, и смотрите, главное, чтобы можно было даже смешивать, смешивать детей, чтобы вот представляя одну национальность, участвовали в этом и другие дети, и вот именно основываясь на универсальных ценностях, мы их объединяем, вначале мы отличаем их индивидуальность, индивидуальность, помните, мы вначале говорили малые, малочисленные народы, для них очень важна национальная индивидуальность, поэтому иногда там очень плохо относятся, если вдруг их сын женился на девушке другой национальности, а не дай бог другого вероисповедания, это уже катастрофа, да, действительно, потому что у них стоит вопрос выживания. Уважение основано на взаимности, опять же, мы об этом говорили, уважение к конкуренту, смотрите, иногда мы не уважаем конкурентов, и что получается, пренебрегаем, проигрываем, соперник, когда мы уважаем соперника, мы идем и смотрим его технику, например, футболисты, смотрим футбольную команду, как они играют, а какую технику они используют, баскетбол там любой индивидуальной виды, как только мы смотрим все это, мы начинаем это уважать. Уважать мы начинаем обогащаться этими знаниями, а когда пренебрегаем, да, пошел, и все равно, даже не смотрим. Обогащение для этого, обогащение нужно именно уважение, оно нас делает сильным, гибким, практичным, и помогает побеждать. Почему практичным? Потому что, зная особенности этой со-культуры, вы с каждым ребенком по-разному поговорите. Мы же там изучаем психотипы, как с психотипом разговаривать. Нужно, разговаривая с человеком, с родителем, например, принести пример представителя его национальности. Хороший пример, неплохой. Хороший пример, что вы станете святым для этого родителя, он воздуши не будет чаять. Если вы просто скажете, слушайте, а вы знаете, мне очень понравилось, вот недавно была в ресторане, покушала ваше национальное блюдо. И назовите это блюдо. Не важно, вы кушали или не кушали. Вы знаете, как вас будут уважать за это, потому что вы их оценили, вы обратили внимание на них. Вы просто обратили внимание на них, и это ценно. Так, вот опять мы возвращаемся к семье. А все взаимно, школа вместе с семьей. Дети же полдня там, полдня здесь. Мы не можем отдельно существовать. Это не школа-интернат, это не кадетское училище, где дети пришли и раз в неделю, может, на два часа домой попали. Важно, чтобы школа и родители вместе, дружно взаимодействовали. Да, это уже наше педагогическое мастерство, как сделать, чтобы дружно взаимодействовали. Рецепт один. Уважение. Бенджамин Франклин. Самое лучшее, что вы можете дать своему врагу прощение. Оппоненту терпимость. Вот вслушайтесь в эти слова. Оппоненту терпимость, потому что, когда у вас есть терпимость, вы его слышите. Слушайте, слышите. Когда нет терпимости, вы проходите мимо. Другу ваше сердце. Ребенку подавайте хороший пример. Вот наша задача, ребенку подавать хороший пример. Отцу уважения. А матери, своей матери, мы должны дать поведение, благодаря которому она будет гордиться нами. Себе самим уважение, а всем людям милосердие. И вот в этой цитате как раз есть корень уважения и выгода уважения. Какие действия могут нам помочь развить дружбу и уважение? КВН. Задаете вначале какие-то вопросы. В КВН дети смеются. И вы можете сказать, а знаете, давайте каждый из вас возьмет свою национальную какую-то песню, мелодию использовать, танец. Все, КВН уже пошло. Самое интересное, когда люди смеются над собой, у них вот эта стена спадает. В КВН есть эта особенность смеяться над самим собой. Дети слышат, что говорят в семье, дети школу переделать и воспитать родителей не может. Нет, школу родителей воспитать не может, но детям показать, что, например, вот мальчик, который сидит на соседней парте, он такой же интересный, с ним интересно играть. Вот если с ним интересно играть, с ним интересно что-то делать, вот этого вполне достаточно. Вот этого вполне достаточно. Дальше, что, где, когда. Это викторины, которые будут касаться каких-то вещей именно разных национальностей, но его уже проводят после каких-то мероприятий, докладов, когда уже обучающих курсов, когда они знают. Дальше, театральные постановки. Это вообще прекрасно. Театральные постановки, что подразумевает? Костюм. Когда мы одеваем на себе чей-то костюм, мы легко входим в роль этого другого человека. Мы начинаем мир глядеть его глазами, а это потрясающая вещь. Мы начинаем понимать, почему вот это идет так. Дальше, тематические концерты, это могут быть, это могут быть литературное чтение. Можно уделить одной нации, а можно сделать вот на тему весны или на тему зимы, на тему нового года. Каждый приносит произведение, переведенное своего народа и даже может почитать это стихотворение на своем родном языке, если владеет им. Вот, пожалуйста, дети, они будут спрашивать, а как это слово, а как это слово, а как это слово. Вот эта маленькая любознательность как раз приведет к тому, что если есть какое-то напряжение, накал, он пройдет. Так, ну что ж, Галина Алексеевна, если вы отключаете, вы потом можете послушать уже в записи. Идем дальше. Умение прощать. Умение прощать одно из важных вещей. Вещей, и это не только для межнациональной толерантности нужно. Мы часто не прощаем своих родителей, своих самых близких, сами себе не прощаем. все в христианстве конкретно говорится прости. Сказать это намного легче, чем сделать. И вот есть такой автор Колин Типпен, который придумал 13 шагов радикального прощения. Вот этот инструмент очень интересный. Я сейчас расскажу, посмотрите коротко. Первый шаг. Во-первых, вслух рассказать ситуацию можно, если вы сами делаете, можно написать, можно вслух. Почувствовать, второй шаг, в теле почувствовать, где находятся неприятные чувства, потому что любое чувство отражается в теле и в дальнейшем может стать причиной болезни. Если мы пережили какой-то стресс, он попал к нам в голову, а потом в теле было напряжение, это очаг, который приведет к какой-нибудь болезни. Вот это упражнение помогает растворить этот телесный очаг и эмоциональный очаг и выздоравливает нас. Поэтому обязательно вторым шагом чувствуем в теле, где находятся неприятные чувства, связанные вот с этой ситуацией, которая нас больно ранит. Дальше позволяем себе чувствовать все эмоции во всей глубине. Дело в том, что мы с детства нас запрещали выражать эмоции. Не плачь, не реви, ты что, нюня, как, тебе обидно? На обиженных воду возят. Да, человеку обидно, это же эмоции, чувства. Так вот, позволить себе прочувствовать, будь то горе, будь то окунуться в это чувство хотя бы на одну минуту. Дальше. У ситуации есть определенная цель, понять, что ничего в мире просто так не идет. Дальше, следующий шаг, это осознание, что ситуация есть сигнал к тому, что внутри нас нуждается исцеление, если я плохо себя чувствую, если у меня обида, значит, во мне есть нечто, что требует исцеления. Готовно, и дальше я уже проявляю готовность не оценивать ситуацию, так положительно отрицательную, а признать, что его надо просто исцелить, и все. Ну, она, может быть, была плохая, но обнажила какую-то рану, которую я сейчас могу лечить. Дальше, признание того, что другой человек пробудил нечто, чего мы избегаем себе узнать и увидеть. То есть, тот человек, который нас обидел, на самом деле разбудил нас в то, это серое пятно, темное пятно, которое мы не видим, это зону, которую мы не видим, это болевую точку, которая в нас есть. Восьмой шаг, готовность принять и полюбить свою теневую сторону, потому что эта тень тоже дает нам какую-то силу. Да, у нас есть благодушие, но есть агрессия, в какой-то момент эта агрессия нам позволяет самозащиту проявить, защищаться, да, вот теневая сторона, обманывать плохо, но если вдруг какой-то опасный человек подошел и обман, здесь это хитрый маневр, который помогает спастись, тогда вот эта теневая сторона, получается, что она становится нашим инструментом полезным, поэтому мы проявляем готовность принять и полюбить свою теневую сторону, готовность принять, чтобы сами притянули в жизни эту ситуацию. Десятый шаг, принятие того, что ситуация в целом совершенно, значит, совершенные все участники ситуации, если эта ситуация для того, чтобы я исцелилась, значит, она совершенная, значит, эти люди, эти плохие люди, которые причинили мне боль, они тоже совершенны. Самое интересное, вот сейчас, когда мы дойдем до конца, дальше будет текст, полный текст этого радикального прощения, вы можете его записать и, включая аудио, просто с собой проработать, или, когда вы своему родному человеку говорите, кто переживает тяжелую вот обиду, боль по отношению к кому-то, то он приходит к гармонии. Следующее, прислушаемся к своим ощущениям в теле и вдруг замечаем, что после того, как мы приняли, что ситуация совершенна, напряжение спадает, может, и полностью уходит, прислушиваемся к чувствам и вдруг замечаем, что вот этой агрессии уже нет. И появляется благодарность этой ситуации и возвращение к истинной природе, принятие себе и расслабление. Вот в конце всего этого вот вы если сделаете, вы просто скажете, я благодарю вот этого человека, вот этого плохого, который я считал, потому что он, да, я могу вслух ему не сказать, он может быть плохим, действительно плохим человеком, но он послужил в руках вселенной инструментом, который помог моей душе стать совершенней. И вот дальше, вот эти 13 шагов, я их читать не буду, но вы в слайде их получите и сможете вот эту инструкцию просто использовать для себя. И смотрите, прощение это всегда перемена восприятия, сдвиг энергии. Возможно, вы уже почувствовали, обратите внимание на свои ощущения. И мы получаем, что да, все прошло и нам все намного лучше. И смотрите, следующее, для того, чтобы понимать другого человека и не ссориться, это умение видеть ситуацию со стороны. Ролевые игры аналогичны к ситуации. То есть, если возникает какой-то конфликт, какая-то конфликтная ситуация, мы берем сказку, притчу, историю кого-то и пытаемся с учениками обыграть эту ситуацию. Эту ситуацию, можно назвать другие имена, похожую ситуацию. И дети нужно, чтобы они меняли свои роли. То были они в роли агрессора, то были в роли того, на кого напали. могут быть совершенно другие роли, может быть спасатель, может быть благодетель, может быть там дружба, обида, все равно. Но чтобы они менялись, играли разочек в этой роли, а потом в другой. И мы обсуждаем ощущения и чувства, а что они при этом чувствовали. Ну что ж, друзья, и в финале что скажем, что задача учителей уберечь детей от насаждаемой определенными силами агрессии, а эта агрессия насаждается в интернете, в телевидении, в очень многих местах. Ненависти и чувства своей исключительности «Я крут, я не такой, как другие». Вот да, вот это чванство, оно тоже обратная сторона вот этой агрессии. И я поставила этот рисунок, это называется «Цветок жизни». Это удивительная фигура, получена кружочками. Круг, просто круг много раз рисовали в определенных пропорциях, и если вы присмотрите, то увидите. И вот этот круг считается, что он обладает целебным свойством. иногда, когда идет накал ситуации, можно поставить вот такую картинку и сказать «Посмотрите, давайте посмотрим центральную точку или вокруг, а что вы при этом чувствуете?» Прислушайтесь к своему телу, и это тоже принесет успокоение, умиротворение. Ну что же, друзья мои, вижу ваши благодарности. сейчас вам Татьяна Викторовна расскажет о том, как получить сертификаты, а я вас благодарю за участие, за ваше активное участие, за ваши комментарии, вопросы, за то, что вы высказывали. Большое вам спасибо, друзья мои. Ну что же, значит, сертификаты уже, скорее всего, оформлены, и посылки, которые повыше поставила Татьяна Викторовна, вы можете зайти туда и уже скачивать, получать. И я вас благодарю, дорогие коллеги. Это очень ценно, ваше присутствие, ваши комментарии. Спасибо.